всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами поговорим вот на какую интересную тему утренние тихие дела по дому который можно успеть сделать до выхода на работу поэтому если вам интересны данные темы то обязательно продолжайте смотреть ну а для девочек кто например не любит вставать рано утром чтобы что-то успевать по дому для вас я обязательно запишу видео которое выйдет ближайшее время вечерние дела по дому облегчающие жизнь работающие мамы так что девчонки я подумала о каждой из вас и надеюсь это видео станет для вас такой палочкой выручалочка и дополнительной мотивации для того чтобы легко и просто справляться с домашней рутины но мы давайте с вами начнем уже разговаривать про тихие утренние дела и так первое мне кажется знаете такое самое тихое утреннее дело это погладить белье чем я и буду сейчас заниматься сразу оговорюсь что данное видео я снимаю там не в 4 не 5 утра нас наверное часов 9 потому что весь этот объем конечно же не нужно делать одновременно и так девчонки что я вкладываю в понятие тихие дела так как мы живем доме я в доме я могу например пропылесосить и в соколе и на первом этаже и вообще найти помещение в котором можно чем-то позаниматься да так как большинство из вас я понимаю живут в квартирах то например а для вас утреннее время многие да вы мне пишите что но вы не можете заниматься чем-то по дому какими-то хозяйственными домашними делами поэтому я решила снять для вас такое видео с разными идеями чем же можно позаниматься рано утром если например вы любите вставать пораньше и летом когда солнышко когда хорошая погода и когда в принципе рано светает так что девчата основные принципы это основные мысли которые хочу донести для до вас в этом видео во первых не нужно делать все и сразу вот все что я вам покажу до сегодня видео и вот кстати говоря следующее до занятия это сложить одежду например которая нас уже высохла то есть не нужно делать все дела сразу которые показываю сегодня а во вторых конечно же фокусируйтесь на изолированных зонах у всех у нас разные жилищные условия разные вообще жизненные ситуации я не могу конечно же подстроиться под каждую из вас да у кого-то дети встает рано у кого-то поздно у кого-то в школе у кого-то в институте у кого-то груднички они спят вместе с вами в общем разные ситуации если вы хотите заниматься делами с утра выбирайте изолированные зоны например раньше когда мы жили в квартире-студия у нас изолированные зоны были это только гардеробная и санузел сами понимаете кухня спальня зал все было единой зоной и конечно там когда лёша спал я ничем особо не могла заниматься поэтому например я могла навести порядок в гардеробной до перепрать полочки протереть там пыль навести порядок ванны если честно сказать так как мы жили там вдвоем там особого беспорядка не было но тем не менее даже тогда я всегда любила вставать рано утром и находила себе какое-то такое тихое занятие по дому а вот еще одно занятие это протереть пыль в изолированной комнате да это может быть вас коридор кухня ванная за может быть вас там гостиной тоже изолированы вот пожалуйста это дело занимает не так много времени и если вы любите вставать с утра пораньше то можно с легкостью протереть пыль а вообще когда я запланировала снимать это видео я сначала села и подумала какие же дела вот действительно не вызывает шума чтобы не разбудить наших домашних и оказалось огромнейшее количество естественно все их не уместила в это видео но может быть для вас это будет также толчком подумай да а чтобы вы могли перенести на утро потому что когда я снимала видео все равно уже у меня там идет хронометраж да на камере я если честно была удивлена что некоторые дела занимает буквально там минуту-две я бы думала ой если я начну это делать это займет столько у меня много времени еще одно тихое дело естественно если у вас стиральная машина находится ну там на кухне например да или в ванной и кухне изолирована это загрузить стирку если вы встаете рано то стирку вас закончится до ухода на работу и вы успеете это белье и развесить утром же а придете у вас уже будет все белье высушенное вам только свернуть погладить там и убрать следующее тихое дело но я возвращаюсь и продолжаю протирать пыль доделываю дело вы знаете что я люблю делать все параллельно девчонки мне помогают игре играет рядом со мной сегодня это камеру поставила подальше того очень часто спрашиваете катя где же дети или что они делают в это время когда вы снимаете вот приблизительно картина выглядит так следующее тихое дело это вымыть пол опять же в изолированных помещениях да не там где например спят наши дети муж и так далее можно с вечера например пропылесосить до подготовить поверхность а утром быстренько пройтись тряпочкой шваброй и протереть пол можно дробить какие-то домашние дела вечером пропылесосили с утра вымыли пол так что экономия времени конечно же промыть пол это прям вообще такое секундное дело следующее это протереть плинтусом тоже занимает немного времени в одно утро можно пол помыть в другое утро можно плинтус и протереть у меня вода булака такая швабра который можно заодно и плинтус и сразу протереть но для вас решила заснять что это может конечно же сделайте просто микрофибровой тряпочкой и девчонки что хочу сказать если вы даже не хотите вставать рано утром для бытовых дел вот вы можете найти буквально 10 минут и сделать несколько таких коротких дел и уйти уже на работу и не знаю с чувством что вы позанимались дома и у вас дома порядок так что попробуйте может быть вам это тоже понравится следующее дело очень тихая это протереть все розетки выключатели и в доме много и очередное дело минутка девчата сейчас хочу вам сказать сделать на эти такую сносочку что если вы не утренний человек или предпочитаете утром например почитать чашечка кофе леча и помедитировать позаниматься собой спортом то ради бога я не призываю каждый из вас вставать с утра пораньше и бежать там играть полы это видео для тех кто хочет научиться справляться с домашней рутиной домашними делами да и как-то оптимизировать свое время поэтому вот подготовила для вас такой ролик чтобы вы смогли оптимизировать свое время следующее занятие это протереть какие-то люстры плафоны и так далее вот про это дело я вам говорила мне казалось что протереть люстру но это минут десять-пятнадцать по факту я подошла камере прошло минута двадцать секунд я такая ничего себе как быстро то есть дело минутка протереть лампу на кухне например следующее дело минутка это протереть кухонный стол и протереть стулья то есть всю обеденную зону сделать чистый вообще мне кажется оптимально знаете вот так распределять что-то сделать с утра какие-то дела какие-то дела оставить на вечер может быть что-то глобальное уделить время там в один выходной день до например там субботу или воскресенье когда вы там один день обычно мы например отдыхаем до другой выходной день мы чем-то занимает занимаемся семьей по дому поэтому вот мне кажется это вообще оптимально так дробить свои задания чтобы знаете жизнь не превращалась в сплошную рутину что ты только ходишь и что-то там трешь полы моешь пыль протираешь игрушки собираешь я люблю вид деятельности до вид активности чередовать и с детьми поиграли позанимались и приготовила и поубирала и собой позанималась и в магазин съездила в общем много разных активностей в течение дня они позволяют избавиться вот от этого чувства рутины особенно если дробить домашние дела то тоже понимаете все так как-то сменяется одна деятельность на другое что выглядит это не так уныло что ли печально я здесь пылесошу и например если вы можете себе позволить и пропылесосить вы можете сделать это также или взять просто веник там метелочку подмести и потом промыть пол и тогда зона на кухне где вы кушаете будет вообще сто процентов чистая чем все придут завтракать к абсолютно чистому столу сверкающему и следующее тихое дело которым мы можем заняться с утра это например достать птицу мясо сварить бульон а например когда мы вернемся с работы уже поставить суп можно приготовить ингредиенты например нарезать лук морковь картофель а все это окунуть в воду и убрать в холодильник до вечера ничего не случится я в свое время делала такие заготовки когда у меня софика была маленькая с вечера например накручивала фрикадельки на супчик нарезала все ингредиенты а уже утром когда было время быстренько все закидывала и все можно например достать курочку замариновать ее до и вечером прийти просто ее убрать в духовку она будет готовиться при с утра уделить время каким-то заготовкам которые облегчат вечернюю рутину в плане приготовления ужина обеда и так далее конечно же еще одно тихое дело это протереть холодильник особенно например если вы планируете в этот день вечером заехать в магазин за продуктами с утра встали быстренько навели порядок чистоту холодильнике вечером приехали холодильник у вас чистые заложили туда все продукты которые вы купили холодильник я протираю самодельным средством вот чуть чуть попозже я вам покажу как я его смешиваю здесь минимальное количество уксуса но тем не менее она отлично чистит следующее тихое дело это ухаживать за цветами мы можем протереть листья мы можем полить цветы и мы можем их подкормить но пересадить не знаю как насчет пересадить но уделить внимание заняться уходом за цветами мы можем еще хочу добавить что меня вот уход за растениями как-то заряжает такой положительной энергии мне это очень нравится потом себя чувствуешь я не знаю как тут по другому следующее дело это например разобрать какой-то ящик кому от который у вас также находится в изолированной зоне может быть это будет прихожая может быть какой-то комод в гостиной и так далее я решила разобрать сегодня вот этот комод здесь у меня хранятся аксессуары для кухни какая-то бытовая техника вот ну и всякие такие формы для выпечки и так далее вообще смотрите все дела которые я вам принципе показываю наверное чаще всего там ну кроме как вытереть пыль холодильник и так далее мы делаем где-то раз в месяц раз в месяц протираем диван там плинтусы может быть раз в две недели и так далее если вы так спланируете разобьете свои дела то каждое утро по чуть-чуть там буквально по 10-20 минут можно уделять дому и какие-то дела знаете до которых не доходит руки там разобраться в каком-нибудь ящики протереть те же самые плинтусы у вас будут учтены вашем графике и вы будете со всем справляться и мне кажется очень приятно вообще начинать свой день крайне верю меня так было да например выходить на учебу или идти на работу зная что ты уже что-то сделал в доме что у тебя там порядок что ты подготовил еду для ужина да тебе ты знаешь что тебе нужно прийти и только там поставить в духовку не всегда как-то этот поднимал настроение я уже думал какая молодец утра уже потрудилась кстати говоря подошла моя бабушка многие спрашивают где она куда я от вас я прячу я и не прячу мне кажется сегодня вы увидели всех и лёшу и детей и бабушку следующая зона мне кажется на практически в каждой квартире изолированная это прихожая вот здесь как раз я просто взяла метелочку и ей сметаю песок который есть чтобы не использовать пылесос можно притереть все поверхности а шкаф притереть можно разобраться в шкафу можно протереть там полочки и так далее в общем много чем можно заняться и можно уделить внимание своей сумочке навести там порядок перебрать выкинуть какие-то старые чеки то что не нужно вам не кажется женская сумка это вообще кладезь всего нужного и ненужного так что можно уделить внимание своей сумочке разобрать ее или наоборот собрать подготовить к рабочему дню положить все что вам нужно еще раз хочу напомнить что девчонки кто любит заниматься домашними делами вечером и кому не хочется этим заниматься утром для вас я также сниму видео с интересными идеями что же можно сделать вечером чтобы облегчить жизнь работающей мамы ну а сейчас средство самодельное мы смешиваем одну столовую ложку сода одну столовую ложку лимонной кислоты одну две столовые ложки уксуса 3 столовые ложки средства для мытья посуды и все заливаем это водой я использую где-то баночку бутылочку пол литра то есть вот где-то грамм 450 воды я еще доливаю ну и последняя зона она уж точно всех изолированная это ванная комната здесь мы можем почистить сантехнику почистить швы и плитку начистить унитазы пиде в ванну душевую и так далее разобрать все полочки протереть на них пыль так что эту зону можно также разбивать на несколько например в один день вы почистили всю сантехнику следующий день вы навели порядок в тумбе под раковиной там и не сайт мог быть вас какой-то шкаф стеллаж стоит и так далее так что утром смело можно заниматься этой зоной потому что она повторюсь сто процентов у всех у нас изолированная я с вами поделилась знаете такими идеями которые пришли мне в голову я думаю каждый из вас найдет для себя что-то подходящее придумает что-то свое и как-то оптимизирует свой график ведения домашнего хозяйства спасибо что провели это время вместе со мной надеюсь видео для вас оказалось полезным поэтому если так обязательно поставьте мне пальчик вверх оставляйте ваши комментарии подписывайтесь на мой канал но мы увидимся с вами совсем скоро всем пока пока а